Аллилуйя! Давайте Богу вас дадим всю славу аплодисментами. Давайте будем благословлять. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Вы унаследуете эту землю. Бог дал нам спасение. И также Бог через Своего Сына. Бога Янгца, Суца Христа. Вот я когда слушаю на прославленном, так и хочется сказать «Аминь, аминь», так прям кричать хочется. Действительно, наш Спаситель, Иисус Христос, Бог через Него, Он спас нас. И вот сегодняшнее у нас богослужение, это посвященное благодарности. Я желаю, что вы благодарили за ваше спасение. Сегодняшнее богослужение посвящено сбору урожая. Это как бы день благодарения за сбору урожая. То есть, это такой праздник, такое богослужение, когда мы заранее благодарим Богу то, что Он будет делать в будущем. Вот если посмотреть, вот если тоже посмотреть, как Давид говорит, что Бог для нас приготовил столетнюю благодать, и Бог дает на каждый день нам благодать. То есть, каждый день Бог дает народу Божьему благодать ежедневно. Вот, имена Иисуса Христа. И в будущем есть благодать, которая придет нам. То есть, и вот за все вот эти благословения мы Богу благодарим. И вот это и есть вот праздник благодарности. А также сегодня еще было крещение. И вот через сегодняшнее богослужение могут подняться ученики, которые имеют правильную благодарность. То есть, да, конечно, мы благодарим Бога за то, что мы до сегодняшнего дня прожили, получали ответы, водительство. Но Бог говорит, что идите во все народы и поставьте всех учениками народа. И вот мы, получив это повеление, вот сегодня были люди, которые получили крещение. То есть, вот для церкви это очень важное вот такое празднование, когда поднимаются ученики. И когда все выходят, все двигаются в сторону всемирной евангелизации. И поднимаются такие работники Божьи. То есть, вот это благословение и для церкви, и для мира. Поэтому желаю, чтобы сегодня вы преподносили богослужение, Богу вознося настоящую благодарность за спасение. Богословляю вас. Значит, Бог, Он говорит израильскому народу, чтобы три раза в год все приходили к Богу и с радостью преподносили богослужение. Бог дал такое повеление, вот если посмотреть во второзаконии, вот мы видим вот это все, и в исходе видим. То есть, это три праздника. Отмечать Пасху, Пятидесятницу и День Благодарения. То есть, израильский народ, который не мог выйти из Египта своими семьями никак, благодаря жертве крови, Пасхе, вышли из Египта. И для того, чтобы они помнили об этом, был такой праздник Пасха. То есть, чтобы помнили о спасении. И пока израильский народ вышли из Египта и шли по пустыне в течение сорока лет. Вот, вообще-то у них не было, что кушать и что пить. Но Бог, Он на пятьдесятый день, Он дал им урожай в виде ячменя. То есть, вот они получали Божье водительство, и очень точно Бог их вел, и Бог дал им урожай. То есть, для того, чтобы они испытали, что ваш Бог вас ведет очень точно. То есть, вот можно говорить это как праздник, как бы, ячменя, или Божье Пятидесятница, одно и то же. И в итоге потом, израильский народ, им надо было завоевать Ханан. Но не просто так, вот Бог меня ведет, нет. А чадо Божье обязательно должно принести плоды. То есть, плод в виде завоевания Ханана. То есть, другими с вами, завет всемирной евангелизации Бог нам дал. Поэтому, пока мы живем на этой земле, мы наслажаемся Царством Небесным на этой земле. А также, есть Царство Небесное, куда мы пойдем в будущем. Поэтому, начиная с этой земли, нам надо испытать вкус этого Царства Небесного, куда мы пойдем. Поэтому вот этот праздник, это праздник благодарности, это очень важно. Значит, вот Бог, Он уже как бы дает благословение, как гарантия, что вы вот это получите. И вот об этом говорят вот эти три праздника. То есть, и вот мы тоже, мы соблюдаем вот эти праздники, для того, чтобы мы поняли содержание. Очень важно это содержание. Вот, к примеру, в нашей стране тоже есть праздник благодарения. Но смысл другой. Вот вы знаете, да, что вот в Англии, в Англии, когда был бум христианства, христиане стали получать гонений. И вот они бежали бегством в Америку. И вот они приехали в Америку, и вот, когда только начинались вот эти их поселения, там было очень тяжело жить. И вот тогда, вот, ну, Бог, Он тоже дал, ну, некий урожай. И поэтому все те вот эти британцы, которые поселились в Америке, за первое урожай, вот, они начали Богу тоже давать благодарность. Вот вы знаете, в Америке есть день благодарения, да? Но потом, когда уже американские миссионеры приехали в Корею и начали здесь церковь ставить и учить, они так же само научили у Дней Благодарения. Поэтому, это вот наше старшее поколение, верующие в Корею, вот, они тоже начали так преподносить, ну, как бы, день благодарности. Почему? Потому что раньше в Корее тоже все были, ну, земледельцы в основном. Поэтому чуть-чуть, как бы, значение другое. И, получается, в ноябре во время третьей недели во всей Корее стали преподносить вот этот день благодарения. Но в основном смысл был какой? Спасибо за урожай, ну, в таком смысл. Но настоящий смысл для благодарения – это за истинное Евангелие. То есть, нам необходимо наслаждаться спасением и, будучи за это благодарным, благодарить Бога. Вот это и есть настоящий день благодарения. Вот тоже Бог, Он дает у Заразовского народа спасение. И Бог говорит, наслаждайся этим спасением, не проявляя неверия. То есть, Бог, Он же говорит, что не проявляйте неверия. Но у вас есть Евангелие. Вот так Бог говорит у Заразовского народа. И не впадайте в неверие насчет этого Евангелия. Поэтому, вот, у нас есть с вами за что благодарить. За что это? За то, что мы сейчас находимся в том месте, где мы можем наслаждаться Евангелем. Вот это и есть настоящая Евангелие. Пасха. Что такое Пасха? Кровью Христа мы получили спасение. Поэтому Деяние 1.1. Мы говорим, Иисус есть Христос. Вот об этом слово. А что такое День Пятидесятницы? Избранный народом, избранный Богом народ Божий, пока вместе они живут на этой земле, могут наслаждаться Царством Небесным. И мы можем надеяться на Царство Небесное, куда мы пойдем. Вот это Деяние 1.3. Царство Небесное. Мы говорим, дела Царства Небесного. И затем мы говорим, что в День Пятидесятницы сошел Дух Сатур на них. Потому что Господь пообещал, ну вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Сатур. Через Христа в нашей жизни совершается Завет Деяния 1.8. Это совершенное Евангелие. Вот здесь тоже, вот в этих трех праздниках находится весь Христа Завет. А также Завет, который совершится в будущем. И вот вся история, она движется на основании этого. Поэтому Христос, Царство Небесное, только Дух Святой. То есть вот это совершенное Евангелие, которое Бог нам дал. И что такое День Благодарения? Мы благодарим за это совершенное Евангелие, и мы наслаждаемся этим Евангелем. Вот это и есть праздник благодарности. Но вот если посмотреть, в Ветхом Завете тоже соблюдали праздник Пасхи, затем Пятидесятницы, и сбор оружия. Но в нашем случае, каждый день необходимо иметь День Благодарности. Почему? Потому что Христос, Царство Небесное, Дух Святой, и сейчас в моей жизни совершается. И сегодня в моей жизни совершается. Поэтому если знать об этом, тогда не раз в году День Благодарения, а каждый день День Благодарения. Вот с радостью необходимо преподносить этот праздник. Поэтому сегодня я желаю, Богослови, Я Богослови, и Минус Сухи, чтобы вы восстановили настоящую благодарность. И вот сегодня через место из Писания давайте посмотрим на те благословения, которые Бог нам даёт. Это спасение. Затем это Божье Водительство, День Пятидесятницы, и День Сбор оружия. То есть это Царство Небесное, которое нам уже гарантировано. Поэтому через сегодняшнее благослужение я благословляю, чтобы еще раз через слово упорядочить это для себя. Итак, во-первых, это благословение спасения, которым нам надо наслаждаться заново. Бог нам дал благословение, этим надо по-новому наслаждаться. Вот 9 глава 2 законе 1 стих сказано, «Израиль, слушай». Слушать, Израиль. Вот в Библии во многих местах вы можете увидеть вот это. Израиль, слушай. Вот такое слово. То есть, слушай, Израиль. Вот это слово само. Что слушать? Вот здесь надо понять содержание. То есть есть очень много разного смысла, но говорится об одном. Помните события исхода из Египта. И не забудьте это событие. Вот об этом говорится, слушай, Израиль. То есть, слушай, Израиль, само слово говорит о том, что не забудьте, откуда вы вышли. Вы вышли из проклятий, из греха, из подвласти сатаны. Поэтому вечно не забывайте это. И всегда держите это в своем сердце. И наслаждайтесь этим. И вот это значит, слушай, Израиль. Вот такое содержание в этом выражении. Вот вы знаете, да? Из-за того, что Израиль вышел из Египта, нет больше необходимости думать о Египте. Не надо впадать в Египт больше. То есть, уже получили совершенное освобождение крови Христа. То есть, не надо думать о Египте. Но каждый день необходимо проверять вот это впечатление о спасении. Но наоборот, израильский народ, они каждый день недовольствовали, впадали в проблемы и думали о Египте. Поэтому каждый раз, когда у них в пустыне были какие-то трудности, какие-то события, они сразу же думали о Египте. Помимо? Послушайте, вот у нас должна быть каждый день благодарность и впечатление за спасение. Это каждый день необходимо испытывать. А если этого не будет, тогда сами того не заметили. То есть, мы будем держаться за старое и будем возвращаться в прошлое. Вот Господь, Он четко сказал, Исайя 43.18, что забудь старое. Исайя 43.18, сказано, не вспоминайте прежнего и о древнем не помышляйте. И также написано, что мы получили спасение, и с того момента все прошлое, но закончено. И вот это необходимо каждый день проверять, необходимо помнить и не забывать и наслаждаться этим. И вот это значит, помнить Израиль. Вот в одном выражении вот такой вот смысл сокрыт. Я благословляю, что вы были теми, которые наслаждаются правильным образом благословения спасения. Каждый день проверять это совершенное спасение и благодарить. Настолько, чтобы я не мог не благодарить. Почему? Потому что спасение совершенное. И вот если вы будете его проверять, тогда даже если вам скажут не благодарить, вы не сможете не благодарить. И вот это благословение спасения, которое нам дано, мы не просто так получили. Пока мы живем на этой земле, мы не получаем спасение благодаря своим усилиям. Вот многие люди не заблуждаются. Вот необходимо здесь привыкать у себя, либо здесь надо что-то делать. Да, конечно, может быть кажется что-то так. Но для того, чтобы на этой земле действительно побеждать, есть один путь. Это вера. Вера. Вера, то, что получили спасение Христом и получили благословение Христом. Поэтому 1 Иоанна 5,4 так говорит, что всякий рождённый от Бога побеждает мир. И сия победа, победившая мир, вера наша. Что это за победа наша? Это вера. Вера, которая пришла от того, что получили спасение. И как вот эта вера, она тогда может во мне появиться? Сказано, вера от слышания. Время нам 10,17 об этом сказано. Вера от слышания. От слышания от Слова Божьего. О Христе. Поэтому есть то, что вам нельзя упускать ни в коем случае. Даже необходимо жизнь полагать за то, чтобы держаться за это. Это слушать Слово и размышлять над Словом. Вот всегда я желаю, чтобы вы так делали. А если вот это не будет получаться, тогда... Тогда... Вот необходимо просто вот работу оставлять другую и сосредоточиться на Слове. Необходимо все оставлять радио точности на Слово. Потому что даже если буду все делать, а Слово не буду слушать и упущу, тогда придет трудность. Вот вчера я тоже благодарил Бога. Я слышал исповедание одного человека, которого вот сегодня принял крещение. Вот он говорит, «Вокруг меня никого нет верующих в Иисуса». И вот он тоже как бы... Жесть веры не начинал. Но однажды вот ему просто захотелось послушать, хотелось посчитать Божье Слово. Но вот он... Но вот он... Начал читать Библию, а там так много того, что он не понимал, и... ну как бы... Вообще непонятно было. И вот он пошел в этот спортзал, заниматься спортом, и вот там была одна наша диакониса, и вот он через нее начал слушать Божье Слово, и потом вот он начал еще больше слушать Слово, и ему начало... Ну, приходит Сила Слово. И потом, когда он уже читал Библию, уже Слово ему стало понятным, и Сила приходила. То есть, каждый день, когда смотрим Божье Слово, появляется Сила, появляется Радость. Вот он так сказал мне. Я спросил его, что я говорю, вот вы знаете, что нашу церковь Хана, вот называют еретиками. Ну, вот если зайти в Нейвор, в корейский поисковик, вот там написано, что церковь Хана — это ересь, еретическая церковь. Но он говорит мне, а меня это вообще-то не волнует. Почему? Потому что, когда я послушал Слово Воскресное, я увидел это в Библии, и я это уже проверил. Поэтому, если мне кто-то что-то говорит, там это ересь, мне всё равно на это. То есть, вот этот человек, он так очень чётко сказал. И вот он говорит, я увидел, и вот он говорит, я не пытался проповедовать, но моя мама увидела, что я начал меняться из-за Библии, и мама захотела стать частью церковь, и зарегистрировалась в церковь. И вот я тоже, когда слышал об этом, я понял, а, вот так кажется, есть люди, которые приготовлены Богом, и вот вчера те люди, которым я задавал вопрос насчёт крещения, всегда один и тот же вопрос задавал. Вам слышится Божье Слово? То есть, можно слушать, а можно слышать. И вот вам слышится Божье Слово? Ну, конечно, были люди, которые говорили, «Да, конечно, мне слышится». Кто-то говорил, «Ну, не знаю ещё». Ну, такие тоже были люди. «Да, послушайте, это хорошо. Вот, если Слово будет не слышаться, тогда вот это Слово будет формировать мою веру. И тогда мой дух будет оживать, моя душа. И тогда мой дух будет обретать силу. И тогда будет проявляться сила образа Божьего. И поэтому, даже если мы не пытаемся проповедовать, но влияние от меня будет переходить детям и семье и всем угодно. Это будет проявляться. Значит, только самое важное — иметь искреннюю веру. Знать Христа, наслаждаться Христа, пребывать в Слове Христе. И вот в Слове Христе восстанавливается вера. И по этой вере проходит действие. Дух оживает. И сила проявляется. И вот этой силой, и когда проявляется сила, сходит свет Божий на 237 стран мира. Послушайте, Бог израильскому народу заранее говорит им, что вы заводюете Ханан. И теперь необходимо вести только духовную веру. Но для того, чтобы вести духовную веру, вера должна быть. Поэтому сегодняшнее место специально сказано «Восстановите веру». Почему? Потому что в Ханане необходимо вести духовную войну. А без веры невозможно вести духовную войну. То есть обязательно проиграешь. Поэтому сегодняшний месяц сказано «Восстановите веру». Что это было за… Вот Ханан. Что это было за земля такая? Это была земля, которая была основана на человеке. «Восстановите веру». То есть там вот этот человекоцентризм очень сильно было. То есть все зависело от человека. И поэтому в этой стране они много преподносили богослужения, не богослужения, а идолопоклонства. то есть сам человек становился идолом. И все люди становились идолами. Поэтому вот это и есть идолопоклонство. И вот на таком месте действия вот люди Божьи, которые должны завоевывать это место, которые должны завоевать эту землю, если у них веры не будет, то что получится? Поэтому мы говорим, что восстановите веру, чтобы ваша жизнь была на основании Бога, на основании Слова, чтобы вы были духовно вооружены, получил спасение. Вера, что я получил спасение, вот эта вера меня спасет и спасет место действия. Я бы остался, чтобы вы верили в это. Во-вторых, вот если посмотреть во втором стихе в 2-й законе 9-2, сказано здесь про сынов инаковых. Значит, но Бог говорит, что обязательно вы завоюете этот Ханан, потому что Бог будет действовать. Послушайте, не все закончилось, когда мы получили спасение, а Бог, Он ведет спасенных людей. Обязательно. Поэтому обязательно мы завоюем вот эту хананскую землю. Вот об этом говорит сегодняшнее слово. Вот опять 2-й стих сказано, что вот ты знаешь, что есть многочисленный и великорослый народ, это сыны инаковые. вот было событие, когда 12 соглядотай шпионов идут среди израильского народа идут в Ханан, и вот они возвращаются и народу дают отчет. И они говорят, что вот там такие люди большие. Они говорят, они такие большие, что мы их тоже называть не можем. Мы как муравьи по сравнению с ними. И вот они ходили, пошмарили на этих сынов инаковых и вот они вообще они потеряли веру и вообще все потеряли. Вот в Иисусе на 6-й главе вот есть об этом. То есть вот эти соглядатай вернулись к израильскому народу и говорят, мы не можем их завоевать. То есть они потеряли веру. Послушай, но нам надо правильно все увидеть из-за того, что Бог действует в нашей жизни, из-за того, что Бог ведет нас, то даже если есть перед нами такие люди, как вот эти сыны Яковы, все равно мы можем их завоевать. Они будут легкой добычей нас. Вот это же самое. Мы когда смотрим на этот мир, когда мы смотрим на этот мир, необходимо сокрушить там сатану, сокрушить рамки сатаны. А почему мы боимся этот мир? А потому что мы не знаем того благословения, что Бог нас ведет идеальным образом. То, что мы не можем наслаждаться этим благословением. Что это за благословение? Это благословение приходит сверху, с неба. Это благословение престола Божьего. Это сила престола Божьего, которая происходит в пространстве и время. Это действие света, которое сходит на 237 стран. Если вот этим по-настоящему наслаждаться, где бы я ни был, ни на каком бы местном действии, я не буду бояться и буду смело выходить. На каком бы я ни был в местном действии, я не буду впадать в неверие. Почему? Потому что есть вот эти духовные благословения, которые сверху приходят. А если я упущу эти благословения, тогда смотрю на мир, он таким большим мне кажется, и тогда живу как неверующий. И я боюсь мир. А должен быть, наоборот, мир должен бояться нас. То есть у нас есть такое духовное положение. Почему? Потому что вот это благословение престола Божьего, оно находится внутри моей души уже. Поэтому наш дух, он должен смотреть только на Господа. И тогда Бог будет действовать. Вот мы говорим, что это Бог дал нам благословение действия престола Божьего, света, который сходит на места действия. А из-за того, что люди не знают этого благословения, не могут наслаждаться этим благословением, смотря на мир, они боятся. И поэтому люди, которые должны со смелостью выходить на места действия и завоевывать мир, наоборот, являются рабами, рабами этого мира. Вот израильский народ так же само были. Получили спасение, вышли из Египта, в котором были 400 лет в рабстве, и потом идут по пустыне, входят в Ханан и начинают бояться Ханана. Наоборот, надо было войти в Ханан, исцелить их, спасти их, а они боятся Ханан. Поэтому пока месяц они были в пустыне, это было обучение, чтобы они восстановили свою веру. Послушайте, Бог Он нас ведет, поэтому мы не следуем за своим уровнем стандарта, мы следуем за уровнем стандарта Бога. И Бог Он ведет нас. И Бог Он знает и восполняет все, что нам необходимо. Поэтому бояться и стоять в страхе перед этим миром нет необходимости. потому Бог Он завершенным образом ведет нас и будет все перед нами завоевывать. Послушайте, если вам мир кажется большим, то поймите, что этот мир он разрушится. Поэтому каждый раз, когда вы смотрите на мир, вам должно быть жалко, потому что вот эти люди, они с ума сходят. Вот необходимо с жалким сердцем смотреть на них. Даже если они что-то хорошо сейчас делают, даже если у них чего-то много есть, у них жалкая жизнь. А мы, смотря на жизнь таких людей, мы боимся их, нам страшно их. Это значит, что мы не знаем те благословения, которые уже внутри меня. И мы не знаем совершенное Божье водительство, что Бог Сам будет вести борьбу за нас. Бог Он нас ведет и Бог Он действует согласно своему уровню. Вот был Елисей, значит, вот армия Аравии пришли завоевать Израиль. И вот Бог Он дал благословение Елисею увидеть все духовными глазами. Поэтому вот этот Елисей он просто молился. И хоть войско пришло к Израилю, чтобы завоевать Аран, аравийское вот это войско, они пришли, но Бог Он остановил их потом. Почему? Потому что Бога есть свой уровень. Тоже самое вы знаете, был такой Езекий царь. На Израиль тоже шло войско, но Езекий начал молиться, и Бог послал ангела, и остановился войско. Вот это есть уровень Божий. То есть Бог Он действует по своему уровню, Бог Он не действует по моему уровню. Поэтому Павел что говорит? Евреям 14, 16, он говорит, когда тяжело вам, приступайте с дерзновением к Христову Божьему, чтобы получить милость и обрести благодать для временной помощи. Почему? На престоле Божьем есть помощь для меня. И вот особенно сегодня, если посмотреть место действия, тогда как Бог Он действовал? Бог Он действовал впереди. Написано перед тобой, как огонь поедающий говорит, Бог будет идти перед вами. Давайте посмотрим третий стих, Тарасы 9, 3. Знаешь же ныне, что Господь Бог твой идет перед тобой, как огонь поедающий, Он будет истреблять их и не залагать их пред тобою. Вот здесь сказано истреблять и огонь поедающий, то есть говорится как суд, то есть Бог будет судить и истреблять и не залагать перед тобой. То есть Бог Он всегда прежде, заранее Бог действует. Вот когда мы столкнемся с трудностями либо же с кризисом, Бог Он посылает ангела вперед и заранее Бог Он действует. И Бог Он никогда не опаздывает. То есть Бог Он не запаздывает. Вот в Данииле вот если посмотреть Даниил 6.22 вот сам Даниил он говорит, что Бог посыл ангела своего. Поэтому Бог Он действует. Бог действует согласно своему уровню впереди нас. заранее прежде нашего любого шага. И вот таким образом Бог нас ведет. И вот вы каждый день проверяйте это благословение на ваших местах действия. И желаю, чтобы вы восстанавливали благодарность. И последнее будущее. Бог говорит, живите как те, которые будут завоевывать силою Божьей. постоянство. То есть Бог уже дает нам силу для завоевания местодействия. Много времени прошло. Вот если посмотреть сегодняшнее место Псания, то в 5 стихе Бог говорит, что я так буду поступать, чтобы исполнить слово, которое я дал отцам твоим Аврааму, Исааку, Якову. То есть здесь говорится о том, что Бог будет восстанавливать обещанное им в прошлом. Вот Бытие 15-13, вот если посмотреть, что и сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не свои и поработят их и будут угнетят, но потом возвратятся они сюда. Возвратятся они сюда. То есть и вот во время, когда израильский народ входил в Ханан, вот это слово Бог совершал. Еще раз прошу на 5 стихе. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь наследовать землю и но дабы исполнить слово, которым клялся Господь Асам твоим Аврааму, Исааку и Якову. То есть Бог говорит, что я буду совершать то обещание, которое я дал Аврааму, Исааку и Якову. То есть не просто так вот вы идете, чтобы завоевать там Ханян. Нет. А Бог заранее будет совершать то слово, которое заранее Аврааму, Исааку и Якову. То есть послушайте, что такое благодарность? Когда мы благодарим за то, что Бог будет действовать в будущем заранее, вот Бог нам говорит это, и вот за это мы заранее уже благодарим. Я подытожу сегодняшнее слово. Есть тот завет совершенный, за который нам необходимо с вами ухватиться через вот этот праздник благодарности. Это Диане 1. 1. 3. 8. Христос, Царство Небесное, Дух Святой. То есть для того, чтобы Ветхий Завет совершился, вот это слово было дано. И вот этот завет, он совершался в прошлом, сейчас совершается, и будет в будущем совершаться, пока Господь не придет во второй раз. Поэтому сегодня, сейчас мне необходимо ухватиться за это. И когда буду держаться за тот завет, который обязательно совершился, тогда начнется действие свершения этого завета. Я благословляю, чтобы вы могли увидеть это. Я благословляю вас своими Господами, чтобы вы одерживали победу. Бог Отец, пока мы живем на этой земле, помоги нам понять причину настоящей благодарности. И через спасение, через Твое водительство, и через то благословение, которое ты нам уже приготовил, помоги нам увидеть это, восстановить настоящую благодарность. И рабы Божьи собрались в этот день, чтобы наслаждаться Евангелем Христа, Царством Бесным, только Духа Святого. Благодарю, чтобы все одерживали победу, чтобы все верующие могли стать такими, которые будут поднимать учеников по всему миру. Благодарю, молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.